После резкого снижения температуры воздуха до официального наступления зимы многие автомобилисты не успевают поменять резину и выезжают на дорогу, рискуя попасть в аварию. Как отметил начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин, на прошлой неделе после заморозков было зафиксировано 38 ДТП. Это в полтора раза больше, чем в обычный период. Я бы хотел обратить внимание всех, абсолютно всех водителей, что если вы как-то не уверены ездить за рулем, то лучше передвигаться общественным транспортом. А также водители, кто не приобул летние шины на зимние, тоже попросил бы оставаться дома. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие. В ходе рейда пешеходам вручили тематические памятки-листовки и напомнили правила поведения на улице в гололед. Когда переходишь в улицу, все-таки опасное место, много машин. Особенно, как говорят правильно, сотрудники в темное время, нужно, чтобы было видно и быть поаккуратнее во время перехода улицы. Кроме того, в условиях скользкой дороги важно помнить о том, что тормозной путь автомобиля увеличивается. Поэтому прежде чем перейти проезжую часть, нужно убедиться, что водители успевают остановиться. В связи с ухудшением погодных условий я бы очень хотел попросить пешеходов не делать резких движений, не отвлекаться в гаджеты, в наушники. То есть быть предельно внимательным. Потому что действительно из-за погодных условий водитель может принять меры к торможению, к избежанию ДТП, но они будут неэффективны. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Хотел бы вот вам вручить светоотражающий элемент вам, ребеночку, наклеиваться на одежду, чтобы в темное время сутки вы были более заметнее. Я за то, чтобы носить светоотражающие какие-то элементы, потому что водители не видят. Опять же, там дождь, снег. Сейчас такое время года, межсезонье. Естественно, люди в темных одеждах, их не видно. Такие профилактические рейды зимой в связи с ухудшением погодных условий сотрудники госавтоинспекции будут проводить регулярно.